Водитель трамвая 2-го класса Екатерина Платонова в конкурсе названия лучшего по профессии участвует впервые, хотя мастерства ей не занимать. 14 лет возит пассажиров по городским маршрутам. Чтобы победить в этом соревновании, ей и ее конкурентам нужно пройти 5 испытаний. 3 теоретических – знание правил дорожного движения, приемка вагоновой работы и культура обслуживания. Плюс 2 практических – скоростное и вежливое движение. Здесь тестомером выступает кружка с водой. Расплескал – значит проиграл. Екатерина Платонова свою работу любит, мечтала о ней с детства. Я часто ездила на трамваях, когда была маленькая. Мне очень нравилось, что он ездит по рельсам, стук колес. Очень хотела научиться водить трамвай. Чтобы попасть в финал городского конкурса, водители прошли отбор в своих депо. В Самаре их три – городское, северное и кировское. Призеры, их получилось в результате 9, уже боролись за первое место. На старт выходили как ветераны, так и новички в профессии. Ильдар Галимулин рассказывает, научиться водить трамвай легко. Полгода теории, затем практика, обучение на учебном вагоне, стажировка на пассажирском вагоне. И после сдачи всех экземенов допускается на линию в качестве водителя трамвая. Кайф в том, что работа всегда в движении, а не на одном этом же месте. Все время ездим по городу, разнообразие. Ну и перевозим пассажиров, самое главное. Попасть на соревнования лучшей по профессии не так-то просто. Место на старте еще надо заслужить. Любой желающий может и есть, может написать заявление, подать, но есть специальная комиссия, которая оценивает работу водителя в течение года. Понятно, что она должна быть там безаварийной, не должно быть штрафов. Конкурс лучший водитель трамвая проводится ежегодно. Конкурсные испытания берут из ежедневной работы. Никаких уникальных заданий нет, поэтому мастера своего дела в дальнейшем становятся наставниками. Более молодым водителям что-то рассказать, где-то подсказать какие-то практики, научить, обучить. В общем, все свои знания и навыки дальше транслировать на всех остальных работников. Мероприятие важное и нужное. У нас есть задача и поднять престиж водителя, и заодно немножечко порекламировать и призвать, что у нас есть такое предприятие, как трамвайно-троллейбусное управление. И мы всегда готовы принимать новых сотрудников. Призовой фонд конкурса «Лучший водитель трамвая» в Самаре составил более 30 тысяч рублей. Кроме денежного вознаграждения, по традиции, вручат кубки и медали. Достойные они все абсолютный успех, потому что они все готовились, и это на самом деле самые лучшие здесь собрались сегодня. Но победит все равно сильнейший. Также на конкурсе дирекции ТТО было озвучено, что 12 новых трамваев, которые придут в Самару уже этим летом, будут работать в том депо, водитель которого продемонстрирует лучший результат. По итогам конкурса первое место завоевала Розия Добровольская, городское трамвайное депо. Второе место у Владимира Николаева, северное трамвайное депо. Третье место присудили Эльдару Гулимулину, северное трамвайное депо. Чемпион ТТУ поедет защищать честь 63-го региона на всероссийские соревнования, где определится лучший водитель трамвая страны. Самарские водители на всероссийском конкурсе профессионального мастерства часто поднимаются на пьедестал почета. Конкурс среди вагоновожатых проводится один раз в два года. Победитель или призер по возвращении в Самару от ТТУ получит ценный приз. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.